Хунь-Таусские военные силы, Сюгунат Хунь-Тау достаточно развитая страна, в последние годы сильно развившаяся свои военные и экономические показатели до уровня сверхдержавы. Она достаточно часто призывает к окончанию военных действий на континенте однако ни республика, ни империя не собирается выполнять приказы Сюгуната. Страна находится на массивном архипелаге в океане, это милитаризированная держава под властью Сюгуната Кугавы. Междоусобные войны Хунь-Тау. Хунь-Тау это страна располагающаяся на архипелаге. Большую часть своей истории, а если точнее то буквально до ближайшего столетия была скрыта от глаз всего мира. Это сформировало отдельную неповторимую культуру, но также породило начало междоусобных войн. В истории Хунь-Тау до обнаружения было всего три раза, когда власть над всем островом была в руках одного человека. В первом случае власть получает Сюгун Мамамута. Его правление запоминается как прорыв в кузнечном деле, изобретение культовых катан и создание национального символа – четырех солнц. Второй был Сюгун Вайесаги. Он запомнился во многом как враждебный диктатор, который лишь разрушил страну, не принеся ничего нового. В то время как правление Тунь-Луня запомнилось народу расцветом науки и технологий. После обнаружения республиканской имперской экспедиции на архипелаге началась новая война. Республика увидела в этом огромную прибыль, продавая технологии и оружие по немыслимо огромным ценам, эта война продолжалась семь лет, за это время по отдельным оценкам было убито 17 миллионов человек, что составило 12% от всего населения архипелага. Такое количество жертв обусловлено старой тактикой войны, где даже окопы были в новинку, не говоря уже о пулеметах и винтовках. Но благодаря гениальному тактику Токугаве страна смогла выбраться из глубокого кризиса, он смог захватить единоличную власть, а после начать курс реформации. Это пришлось на пользу всей стране и сейчас она в основном экспортирует гражданский транспорт и оружие, которое очень даже высокого качества.